Пётр Болгар Камрачанин, руководитель небольшого индивидуального предприятия «Болгар-Ватра». Руководя небольшим хозяйством, он решился на очень большое и нужное дело. Любимое занятие – нехватка финансовых средств – заставило его изобрести совершенно новый агрегат. Из того, как отмечает Пётр, что было под рукой. Мы высевающие секции поставили вот здесь, закрепили сошники, сделали уголочек с прорезями. Здесь вот сошники были. Эту раму сделали для бункеров. Тут бункера были. Привод для селки взяли с колеса, сделали. И у нас всё получилось. А в результате перед нами новшество в технологии выращивания сельскохозяйственных культур. Оно включает в себя техническое решение одновременного совмещения уборки зерновых культур и последующего посева пожневной культуры. Комбайн убирая, сразу и сеет. И сзади комбайна измельчают растительные остатки и покрывают землю сплошным таким покрывалом, одеялом, как получается. Она продохраняет землю от перегрева, от иссушения. В почве создаются условия, что там микроорганизм, микрофон живёт. А когда почва голая, она перегревается, но всё погибает, там ничего не остаётся. Изобрёл этот новый агрегат Пётр ещё 4 года назад. И вот уже на протяжении трёх лет на небольших площадях сельхозугодий он проводил апробацию своего экспериментального образца. Таким образом, без подготовки почвы к посеву с меньшими затратами возможно получить с одного участка по два урожая. Мы получали второй урожай подсолнуха, кукурузы, проса. Но есть ещё такая культура – озимый горох, который поспевает на две недели раньше всех наших озимых яровых. Вот эта культура, этот горох озимый, он идеально подошёл бы для такой технологии. Горох хорош тем, что мы высеваем его осенью, как пшеницу озимую. И он весеннее, весной, когда обычный яровой горох только сеет, этот горох уже вегетирует. И он даёт более высокий урожай, гарантированный урожай, меньше зависимо от погоды. Господин Болгар запатентовал своё изобретение, чем подтверждается оригинальность его разработки. Однако в настоящее время Пётр в поисках финансовых средств для того, чтобы изготовить более усовершенствованный образец. – Об этом знают у нас и в Министерстве, и в Академии. Все удивляются, хвалят, восхищаются. Вот чтобы сделать опытный образец для настоящих испытаний, имеется в виду, этот комбайн уже лет 40, ему уже еле едет. И сейлка, которую мы сделали, это агрегат из того, что было по-другому, а не из того, что надо было. Для этого нужен более современный комбайн, нужна специальная сейлка универсальная, чтобы можно было сеять различные культуры. Своего оптимизма по внедрению предлагаемой им технологии господин Болгар не теряет и настроен идти до конца, чтобы его изобретение приобрело реальные очертания. Он принимает участие в написании проектов для получения грантов, но пока положительных результатов нет. Ну а мы вместе с господином Болгар надеемся ощутить эффективность предлагаемой им разработки, а также надеемся, что соответствующие государственные структуры не будут к этому новому изобретению безразличны и все же найдутся в нашем государстве финансовые средства для поощрения таких изобретателей-оптимистов. Субтитры создавал DimaTorzok